Ну что, всем привет, дорогие друзья! Я начинаю вести свой новый видеоблог, как ни странно, это влог из моей реальной жизни, дистанционного обучения и всё такое прочее. Ладно, не буду, короче, устраивать здесь каких-то длинных домогогий, к сожалению, или к счастью, не знаю, как там, к всеобщему ужасу, расстройству. Я не выкладывал некоторые видеоролики из своей реальной жизни, поскольку я обустраивал комнату, я здесь поставил хромакей, который вы видите немножечко сбоку. Ну, это лишь его часть, чисто правый край. Вот, и сегодня у нас по плану сделать русский язык, чтобы его, наконец-таки, отправить. План на фронт работы у нас просто огромный, как вот эта футболка, поэтому думаю, что мы с вами вместе справимся с этой задачей, и вы поддержите меня. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, и мы начинаем, в принципе. Пожалуй, рассказ со своего ромтура, со своего ромтура комнаты, значит, здесь у меня, как вы видите, стоит моё рабочее кресло, и позади него такой большой, двух с половиной метров где-то хромакей. Как думаете, для чего я его поставил? Поставил я его для того, чтобы записывать некоторые видеоролики на свои там игровые каналы, и не только, поскольку, как вы видели, если вы подписаны на мой канал и смотрите меня не впервой, то я эти видеоролики по играм снимаю и на свой основной канал. Кстати, как вам картинка? Я думаю, она более чем прекрасна, потому что там капает дождик, да? Места стало, к сожалению, значительно меньше, как вы видите, поскольку здесь у меня было, как бы, и обобзорная площадка, и я мог, как бы, позанцевать, погулять, походить по комнате, а теперь я этого, к сожалению, не могу сделать. Ну вот, значит, что у нас сегодня есть здесь. Как вы видите, у меня здесь учебник русского языка. Так, это, по-моему, тетрадка по обществознанию. Право, значит, и еще какие-то там учебники общества. Ну, кстати, общество с правом я уже сделал, поэтому нам сегодня остается только выполнять задания по русскому и литературе. Кстати, для меня было неожиданным то, что у Я-класса есть свой какой-то инстаграм, где они опубликовали ту новость, что я снимал про их платформу видеоролик, но вы не подумайте, какой это может быть в рекламный в целом ролик, потому что мне многие насчет этого написали. Я, как ученик 10 класса, блин, школы в Краснодаре, ну просто, ну как бы не могу взять и распиарить какую-то образовательную платформу. Ну мне для чего это, когда я сам там занимаюсь? Вот поэтому, я думаю, что вы уже поняли эту суть, я вставляю здесь небольшую картинку из этого, получается, поста. Ну и, соответственно, возможно, оставлю ссылку в описании, чтобы вы почитали, но там вряд ли есть что почитать, просто как бы интересная информация. Вот. По поводу Я-класса, к сожалению, у нас теперь там нету таких объемных заданий, которые ранее были, потому что мы уже все повыполняли, что можно. И, как ни странно, уже 28 мая закончится учебный год полностью, мы там вроде как до 5-го учимся, не знаю, не факт. Главное, я сориентируюсь по вам, напишите в комментариях, на какого числа вы учитесь, потому что у всех, я думаю, как в нормальных регионах по-разному. Вот. Что я еще хотел отметить из всего этого вышеперечисленного списка? То, что сегодня я буду выполнять все задания письменно, без компьютера и без чего-либо прочего. Поэтому мы будем работать честно, на совесть и выключаем компьютер. Компьютер мне понадобится, чтобы чисто отправить какие-либо задания, либо сверить по почте, отправил я те скриншоты или нет. Ну, как видите, я просто как бы беру, чтобы лишнего шума не было, нажимая «Завершение работы». И все, как бы, до свидания, компьютер. Сегодня я делаю задание без компьютера. Немножечко надо, кстати, открыть окно, проветрить, поскольку я нахожусь в комнате закрытой, чтобы никаких посторонних звуков и шумов не было. Я всегда закрываю двери. Сейчас мы откроем окошечек, пускай будет проветриваться моя комната. Вот. Ну и я думаю, что мы начнем выполнять задание по-русскому. Оно у меня, кстати, написано вот здесь, на таком вот стикере. Я всегда пишу домашнее задание на стикерах и прикрепляю на второй монитор, потому что это у меня, как знаете, интерборд. Чисто доска для всяких важных напоминаний, записей и всего такого прочего. Потому что заметил, что стал забывать очень многое. То есть, бывает, мне там что-то напишут люди, я забуду. Бывает, пароль какой-то создам, тоже забуду. Это все из-за того, что большой объем информации и памяти, как бы. Вот. Значит, берем учебник, кладем его на стол, затем достаем тетрадку. Тетрадку, кстати, я не заполнял, к сожалению. Ну или к счастью, потому что все равно, как бы, десятый класс уже закончился. И чисто, чтобы выполнять задание на листочках, я как бы, ну, могу просто, как бы, завести тетрадь и делать все задания в ней. Вот. Мы, кстати, еще занимаемся на дополнительных занятиях по такому вот учебничку. Это, значит, не учебничек, а целые тренировочные тесты, сборник заданий ЕГЭ по Егораевой. То есть, не знаю, будет ли актуальным это через год, когда я буду уже сдавать ЕГЭ. Но думаю, что все задания примерно останутся теми же. Сегодня мне там надо будет выполнить еще некоторые плюс-минус задания. Но, по-моему, на допах мы все сделали. Поэтому я это отложу на потом. Вот. Это моя тетрадка по литературе. Завел я ее снова и вновь. Как говорится, здесь я записываю все свои самые умные мысли. Не только свои. И еще и консперт. Вот. Ну, все. Немного сейчас стол остается, кстати, прибрать. Потому что у меня там, как видите, ватные палочки. Но вы не думайте, эта ватная палочка не для того была предназначена, чтобы там почистить ушки и выброни, и не выбросить ее. Я бывает, ощущаю некоторые места в моей клавиатуре, поскольку скапливается пыль. Из-за того, что теперь в помещении стало меньше места. Я теперь протираю, во-первых, каждый день стол. Кстати, на сегодня его будет протереть. Я уже протерну. И приходится ватными палочками слегка проходиться по клавиатуре, чтобы не было вот этих вот всяких пыльных облачек, которые мешают плавному нажатию клавиш. Кстати, поменял клавиатуру, теперь у меня снова Q-Cyber. Сейчас объясню, почему. HyperX это, наверное, самая некачественная клавиатура, которая была в моей жизни. Я ее приобретал, надеясь на то, что у меня будет какое-то, знаете, плюс-минус обогащение, какими-то эмоциями, какая-то будет подсветка красивая. Это все было, понятное дело. Но поймите, что Q-Cyber, который у меня был, Aloy FPS Pro, это клавиатура не механическая. Она обычная мембранка, знаете, ну такая, с мягким нажатием клавишем, все такое прочее. И вот, владельцам всех клавиатур я советую их чистить, если они у вас более-менее новые. Да и даже если не новые, там какая-нибудь у вас Logitech стоит, то, конечно, чистить их почаще, потому что скапливается столько пыли, вы этого не замечаете, и у вас потом липнут клавиши бывают. Потому что, ну, некоторая пыль бывает, как бы, перерастает в что-то нечто иное. Вот. По поводу моей шепелявости, ну, как вы сами понимаете, у меня брекеты стоят на верхнем ряду зубов, поэтому извините. Вот. Поэтому, когда я чистил эту клавиатуру, я снял все клавиши, получается, с нее, и затем ее, получается, полностью все вытряхнуло, начал чистить, загрузил эти клавиши в водичку, специальным раствором мыльным помыл. Клавиатура абсолютно была чистая, все клавиши назад приземлил, и просто, как бы, начало вылетать клавиша за клавишей, клавиша за клавишей. Причем я вдавливал их так нормально, но клавиши все равно продолжали вылетать. Такого на Q-Sider у меня нет. Они там как стоят клавиши, ровно так и стоят. Возможно, это из-за свечей, которые там находятся, но все-таки объяснять вам, что такое свечерка, я думаю, не стоит, поскольку вы зашли посмотреть, чем я вообще дышу и занимаюсь 21 мая. Поэтому, друзья мои, ну, имейте совесть, какие свечи, вы о чем? Кстати, я думаю, вы заметили, что у меня здесь стоит PlayStation 4, приобретал я его совсем не давно и забыл, наверное, снять на него обзор. Возможно, что-нибудь-то и сделаю, знаете, какую-нибудь распаковку, либо посоветую вам игры, либо это прямо сейчас сделаю. Поэтому я не зря приобретал сюда монитор второй, точнее, третий по счету. Это даже не монитор, а целая плазма, как это называется у всех там людей, которые смотрят телевизор. Вот, но я это называю третий монитор, поскольку по HD и MyCabel я соединяю его с основным монитором и выложу сюда третью картинку. Ну и помимо этого игра в PlayStation 4. Я, раз уж мы начали про приставку, расскажу немного о тех играх, которые входили в комплект при покупке. Как видите, здесь Detroit Became Human, затем идет, получается, The Last of Us, полностью со всеми дополнениями, русифицированная версия. Ну и Horizon Zero Dawn. Расскажу вам конкретно про Detroit. Detroit это стало моей первой игрой на PlayStation. Скажу вам так, что это просто замечательная игра с различных выборов сюжетов, персонажей и все такое прочее. Просто вы можете, как бы, отыгрывать свою сюжетную линию, и за счет этого будет выстраиваться дальнейший сюжет. Дальнейшие какие-то сценарные поправки и все такое прочее. Поэтому Detroit это то, где вы можете реально творить свой сценарий, свой сюжет. Ваши персонажи будут жить так, как вы им продиктуете. Соответственно, поиграла я с удовольствием, конечно, недолго, часов где-то 15 я уделил в этой игре. Соответственно, за неделю, когда там были еще только начальные какие-то этапы зарождения карантина. Но игра мне понравилась. Horizon Zero Dawn чисто скачал, запустил, как бы, и почувствовал небольшое такое отвращение. Потому что мой эстетический вкус, который размещен в рамках GTA V, GTA обычный и, как бы, плюс-минус смешанный с The Last of Us и некоторыми другими шутерами, просто не сочетается с RPG-игрой. Поэтому, к сожалению, не люблю я такие игры, где там какие-то персонажи выдуманные, эльфы, фрики, орки. Как говорится, меня в жизни хватает. Зачем еще что-то добавлять? Вот, The Last of Us с дополнением лучшая игра, вообще просто обалденная. 17 июня, когда она выйдет, вторая часть, обязательно буду покупать и просто зависать сутками в эту игру, пока я не пройду в вторую часть. Пишите мне в комментариях, если вы обладатель PlayStation 4, а я уверен, что большинство моих поклонников и аудитории обладают этой приставкой. Поэтому пишите, будете ли выиграть в The Last of Us. Можем какой-нибудь стрим, кстати, провести в июне, когда это все у меня будет. Вот. Ну, что мне вам еще рассказать интересного? Друзья, как скинуть 15 килограмм на карантине? Это потом. Это вам неинтересно. Я думаю, что надо посвятить этой теме отдельный видеоролик, поэтому, ну, не сегодня и не здесь. Дистанционное обучение все-таки. Имейте совесть. У меня, кстати, стало немного уютно с добавлением этого хромакея. У меня комната разделилась на две части. Чисто рабочая сторона и вторая зона отдыха. Потому что у меня здесь можно еще включить такую интересную подсветку моего зеркала. Я вам, кстати, ее примерно могу показать. Давайте я ее включу. Вот так она будет все светиться. Обалденно очень. Мне нравится. Классно. Вот. И чисто тут будет у меня зона отдыха. Такой лов. Потому что здесь я слышу музыку на макбуке. Пишу какие-то сценарии, идеи, стихи и все такое прочее. Ну и, конечно, отдыхаю, когда монтируется, рендерится видео. А свет я включаю зачастую вечером. Потому что, ну, в другое время у меня просто как бы не пригождается. Какой же я все-таки красавчик, да, девочки? Ах, самооценка просто. Выше горы, где небес. Да? Ну ладно. Так как я продолжаю рум-тур, расскажу немного о штативе, который у меня здесь стоит. Помните, раньше у меня была такая черная большая камера. Не которая Canon, а которая Sony. Я же на нее все видео тогда раньше снимал, когда это было актуально. Вот. Сейчас я, к сожалению, этого не делаю. Ну, поэтому он стоит по липсу. Три картины у меня. Немного расскажу также о них. Это картины были заказаны с сайта всемайки.ру. Еще я покупал, когда жил в своем первом городе Челябинске. Значит, здесь Эрнеста Чагивара. Тот самый кубинский освободитель, кубинский революционер. Тут какая-то абстракция. Я не знаю, что это. Губы. Губы, да, друзья? Ну, это Мэрилин Монро, я думаю, вы в курсе. Не та, которая типа... Мне все Монро, да, в песне Игоря Крилля. Настоящая Мэрилин Монро. Ну и как бы серебряная кнопочка. У меня здесь висит моя гордость. Ребят, congratulations for surprising. One hundred thousand thousand subscribers. Ну, как бы вы видите. Это очень круто, мне кажется. Когда миллион? Я кого спрашиваю? Миллион когда? Я вас спрашиваю. Когда миллион? Вот миллион не набирается, потому что ты не подписался. Я уверен. Потому что меня смотрят 70 человек без подписки. 70 процентов, точнее, человек без подписки. Вот. Но я думаю, что сейчас маленько примеру стол. Попью чайку, кофейку, чтобы у меня дикция плюс-минус нормально сформировалась. И начну делать видеоролик. Погнали. Ну что, девочки, кофеек у меня на столе. Один сахар, значит, чашечка, ложечка кофе. Начинаем работу, в принципе. Тетрадка зеленая. Значит, сколько там листов? 24 листа в клеточку. Ой, в линейку, в линейку. Открываем. Записываем число. Домашняя работа. Упражнение 333, как и не странно. Открываем учебник. Ищем это упражнение 333. Потому что без него мы не сможем ничего сделать. Я не знаю задания. Надо посмотреть, что вообще из себя представляет это упражнение 333. Надеюсь, оно небольшое. Небольшое. 333. Оно на две страницы, девочки. Девочки, ну что за шикардосик? Он на две страницы. Это упражнение. 333. Спешите предложение, раскрывая скобки и вставляя где-то необходимые пропущенные буквы. Установите тип орфограмм. И как мы видим, здесь, значит, начинается вот эта вот карусель, как мы видим. Значит, 9 предложений на одном листе. И завершающие десятое на втором. И как ни странно, длительность этих предложений, а именно не длительность, а длина, а именно не длина, а состав. Блин, умопомрачительный. Лучше бы я страницу Войны и Мира прочитал хотя бы одну. Ну да ладно, друзья. Ладно, оставим это, как говорится, не на потом, а сделаем это сейчас. Будем писать. Вряд ли, конечно, я буду это все записывать, как я пишу, потому что мата будет много. Нет, я не матерюсь, я пошутил, извините. Вот, мата не будет. Будет прослушивание музыкальных композиций под кофе. Будет написание текста. И, наверное, мы потом уже вернемся, потому что надо же вам показать какой-либо результат, чем я вообще занимаюсь. Потому что оправдывать то, что я как бы отличник или нет, я не стану, поскольку думаю, что вы так все знаете, что он тут рассказывает. Вот такой вот у меня почерк красивый, да? Вам нравится почерк? Ставьте лайк, если вам почерк мой нравится. Вот, и скидывайте свой. Вы ко мне, да. Я сделал квест. Оставил вам здесь ровно 5 ошибок. Найдете в этом, значит, первом абзаце ошибки, получите от меня смайлик. Капычерк, необходимая орфограмма в данном упражнении 333. Как мы видим, получилось у меня почти две страницы. Ну, тут без раз, два, три, четыре, пять, шесть. Без шести строчек получается полных. Вот, как-то так. Немного, конечно, с этим, с помарочками, но, блин, отвлекался бывает. Ну, вроде как все легко прошло. Нормально. Сейчас поотмечаем. Я сделал то, что можно отправить, потому что тут надо было ответить лишь на некоторые вопросы, связанные с орфограммами. Я на них ответил карандашом прямо в тексте. Ну, в общем, все подметил. Обозначил, где наречия, где вводные слова, где союзы. И теперь это можно сфотографировать и отправить на почту. Притом я решил не пользоваться компьютером, потому что у меня сейчас еще другие дела начнутся. Мне надо будет составлять словосочетание со списком паронимов. Кто в 10 классе, тот знает, что есть такой небольшой список паронимов, которые задают вам учить по русскому языку. И вы должны некоторые словосочетания отправить. Ну, в моем случае это два листа, потому что я на этой неделе занимался другими предметами и мало уделяю времени русскому. Поэтому придется сейчас заниматься не только вот этим упражнением, которое, кстати, у меня уже выполнено, но и тем, которое я не выполнил на той неделе. Ну, все, ребят, я вроде все уроки сделал. Дистанционное обучение такое у меня вышло. Рассказал вам о ром-туре своей комнаты. Всем пока-пока. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания такого хорошего настроения. Всем пока.